Всем привет, дорогие друзья! Один из подписчиков канала мне задает вопрос интересный и в комментариях. Нужно ли выкручивать пробки при заряде? Многие показывают, что выкручивают, а многие говорят, что не надо выкручивать. Давайте разбираться с этим вопросом. Когда необходимо выкручивать пробки, а когда нет необходимости? Когда вы на автомобиле двигаетесь, вот вы, допустим, запустили свой двигатель и поехали. У вас идет уже заряд, но вы же пробки не выкручиваете. Под капотом аккумулятор стоит, и он заряжается от генератора, и пробки не выкручивает. А почему? Да потому что реле-регулятор регулирует ток, ток у вас небольшой, и таким образом получается, что аккумулятор ваш практически не кипит. Но стоит на него подать большой ток, аккумулятор начинает закипать, происходит электролиз, выделение водорода, этот водород может взорваться. Для этого обычно, когда заряжают большим током, выкручивают пробки. Если вы заряжаете малым током, один, два, допустим, там до трех ампер, условно возьмем, то пробки не обязательно выкручивать. Если вы заряжаете током побольше и за короткий промежуток времени, то аккумулятор в этот момент может закипеть, закипеть интенсивно, выделяя водород. Водород может просто произвести взрыву аккумулятора. Эта проблема была у многих. Друзья мои, надеюсь, я достаточно понятно все объяснил. Заряжаем малым током, не выкручиваем пробки. Можете выкрутить, но можно не выкручивать. Заряжаем большим током, обязательно выкручивание пробок. Друзья мои, ну а если ваш аккумулятор не обслуживаемый, то не нужно его заряжать большим током. Вообще-то большим током заряжают, когда нужно очень быстро зарядить, чтобы запустить двигатель за короткий промежуток времени и поехать автомобилю. Но если вы не хотите свой аккумулятор, скажем так, угробить, то старайтесь заряжать полноценно, сутки. А лучше всего, конечно, отдавайте в аккумулятор. То есть сервис аккумулятора, там где знают, как это делать, где вам и выровняют электролит по плотности и по уровню. И приведут ваш аккумулятор должным образом именно к самому хорошему состоянию, чтобы он долго служил для вас. Надеюсь, друзья мои, я достаточно понятно все объяснил. Если это так, ставим палец вверх. Подписываемся на канал и не забываем нажимать на колокольчик. Всем пока. Будьте здоровы.